Собственная пекарня, поля для выращивания овощных и зерновых культур, швейные цеха и производственные площади. Это не перечисление характеристик населенного пункта, а то, что находится почти в каждой исправительной колонии Ульяновской области. За колючей проволокой порой разворачиваются целые предприятия по производству самой разнообразной продукции. Хорошими показателями и большими производственными мощностями может похвастаться исправительная колония номер 2 в Новоульяновске. Основная работа – производство специальной автомобильной техники. С 2004 года учреждение сотрудничает с компанией «Спецавто», для которой изготавливают топливозаправщики, молоковозы, пожарные машины, авто для ремонтных бригад и газовых служб. К нам приходит с завода автомобиль в базовой комплектации. Мы его разбираем до голого кузова и начинаем собирать заново полностью под те технические требования, которые предъявлены. С 2011 года учреждение начало производство санитарных автомобилей для доставки больных, осужденных в лечебные учреждения. Только за 2017 год с импровизированного конвейера сошло 160 автомобилей. Большая часть из них, более 120 единиц, ушла коммерческим структурам. Остальные авто были выпущены для нужд уголовной исполнительной системы. Прошлый год примечательен еще и тем, что в колонии начали освоение принципиально нового вида транспорта – автомобиля для перевозки осужденных с ограниченными возможностями здоровья. Данный автомобиль предназначен для перевозки осужденных с ограниченными возможностями. Соответственно, видимую рампу, по которой попадает осужденный инвалид в отсек, крепится, соответственно, крепежными механизмами. Далее в машине находятся еще два стакана для осужденных неинвалидов. Подобные спецавтомобили могут использоваться не только для нужд спецслужб и уголовной исполнительной системы, но и в качестве обычных социальных такси. С этого года мы освоили четыре машины на выходе для перевозки инвалидов, скажем так, и название так называемое – социальных такси. Она делается в четырех исполнениях – с гидравлической рампой, с ручной рампой, на базе «Газель-Некст» и на базе «Газель-Соболь». В работе над автомобилями занято чуть более ста заключенных. Многие после нескольких лет работы идут на повышение. А для тех, кто хочет работать, но не имеет должного образования, в колонии работает специальное образовательное учреждение. Я сам лично начинал здесь с крановщика. Здесь тоже получил образование крановщика. Отработал шесть лет крановщиком сначала. А потом… Повышение. Да, пошел на повышение. Работать нужно по-любому. Работать. Ну, я говорю, во-первых, зарплата. Во-вторых, осужденный чем-то занят. У него уже время быстрее идет. Он, так скажем… Ну и какая-никакая, кто-то иски… У кого иски есть, иски гасит, семье помогают. То есть у всех по-разному. По соседству с машиностроительным цехом находится другой, не менее интересный – цех по изготовлению светодиодного листа. Его элементы используются в светильниках, уличном оформлении, витрин магазинов и праздничной иллюминации. В октябре 2016 года были заключены договорные отношения СОО «ФАРОС» по изготовлению светодиодного листа. В 2017 году, соответственно, было закуплено до организации оборудования, которое мы наблюдаем. В этом году заключены договорные отношения по услугам по изготовлению данного листа. Произведены пусконалачные работы. Таким образом, с ульяновскими колониями сотрудничает более 40 представителей малого и среднего бизнеса. Всего на производствах работают 400 заключенных. Не отстают от предпринимателей и городские власти. Более 35 контрактов на производство колониями, продукции для нужд областного центра уже заключено. В исправительной колонии номер 2 заключенные изготавливают урны, лавочки и автобусные остановки. Их уже можно встретить на улицах Ульяновска. А с этого года ассортимент продукции расширится, и заключенные смогут принимать участие в разработке дизайна товаров для благоустройства. Дарья Сударева, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.